Здравствуйте, здравствуйте. Да, я не на балконе, иногда я выхожу из дома, если кому интересно. Что за административное наказание? Типа, если остаешься после конечки в вагоне, то за это следует административное наказание. Вот. Здравствуйте, очень приятно видеть одного человека у меня в эфире, я такая популярная. Если уснул, ну, мне кажется, там не разбираются в этом, типа, уснул, не уснул, просто сам факт. Ты в вагоне, тебе административка. Вот. На меня люди так странно смотрят, как будто я ебанутая. Была ли я на митинге? Нет, не была. Насколько я знаю, митинг, в принципе, посвящен, по большей части, Москве и Московской области. Я из города Красноярск, соответственно, меня это вообще не интересует. Ну, так, если рассуждать. Ну, я просто не очень люблю такие вещи, всякие митинги, куитинги. Это вообще не мое. Ну, нет, я не про то, что это ничего не изменит. Даже если это изменит, просто я в этом не заинтересована, что, чтобы ходить на митинги, как бы... Ну, это не моя прерогатива. Я, как бы, сюда не на митинги приехала ходить, вот. О, как мило. Всегда мечтала быть избитой. Ой, мяч не ебнула дверью. Милый московский митрополитен. Здрасте. Эээ, блять. Меня убивает дверь. Я не уверена, что я иду в правильном направлении, но я иду. Мы все немного мазохисты же. Ну, типа, я не настолько, во всяком случае, мазохистка, чтобы идти на митинги и быть опиженной ментами. Это, конечно, мило, но не настолько, чтобы посещать данное мероприятие. На самом деле, тут так все зло сейчас, но когда я выйду из-за перехода, ну, то есть, на улицу, будет пиздец темно. И, скорее всего, у меня даже вида не будет, но... Просто я вас предупредила быть к этому готовы. Так, как вас привело в нашу скромную грязную Москву? Ну, я здесь уже четвертый раз, я приезжаю к брату. И, как бы, в этом нет ничего удивительного, что я здесь. Я здесь каждый год летом. Господи, как же там темно на самом деле. Сейчас я быстренько перезапущу эфир, кое-кого позову и... Нет, я сама решила поехать. Сейчас я перезапущу эфир.